Белгород-Днестровский давно намерены превратить в светлый город. Сейчас в рамках одноименной целевой программы на нескольких улицах устанавливается освещение. 15 новеньких светодиодных светильников уже работают на Бугасской. Такие же постепенно появятся на Победе, Калинино и еще нескольких улицах. Устанавливаем светодиодные светильники украинского производства, производительного у нас в городе Одессе. Они дешевле, чем выходят, чем иностранного производства, либо собранные из иностранных элементов. В лучшем случае и гарантию дают нам 3 года на эти светильники. Они вандалостойкие, если даже в них стрелять, мнуть, гнать, бить камни, они не будут ломаться. Хороший светильник сам по себе мощностью 50-60 Вт. И он в 5 раз меньше потребляет электроэнергии, а светит не хуже, чем вот 250-ваттные лампы у нас ДРЛ, ртутные лампы. 130 новых устройств уличного освещения будут работать с 6 вечера и до 6 утра. Выбрали не самые дешевые, но зато самые надежные, говорит Игорь Мальцев. Деньги тратятся немалые. Всего на светильники, лампы и проведение работ выделили около 1 миллиона гривен. Дело это нужное, но в последнее время появились в городе те, кто, видимо, так не считают. Три городские улицы уже остались без освещения. Там хулиганы разбили лампочки и повредили фонари. То же самое произошло и в парке Мира. Обновленная аллея теперь имеет вот такой вид. Столбы обвернули пакетами. Ни лампочек, ни плафонов не сохранилось. Установка уличного освещения – дело не только затратное, но и трудоемкое. Кому могло понадобиться портить городское имущество и главное для чего – неизвестно. Бьют, ну, некоторые скажут мнение, что это такие дети, не воспитанные хулиганы. И все такое неправда. На самом деле пробивает стекло, пробивает лампу насквозь, она не распадается. И железный корпус. И все это стоит цело. То есть это сила очень мощная. Это должно быть мелкокалиберное какое-то огнестрельное оружие. Ни в коем случае это не воздушка, это не дети, не хулиганы. Это кто-то целенаправленно гадит. Но если хотят свиньи жить в свиньячьем городе, пусть так и живут. В темном и свиньячьем. В городском отделе милиции заявления о хулиганских действиях есть. Местные депутаты говорят, что якобы имеются и пойманные с поличным. Начальник милиции уверяет, что за общественным порядком в городе смотрят, а виновных накажут. Уже выставили наряды. Все личные составы, которые были задеяны в выборчих дельницах, все занимаются охраной грамматского порядка и в месте.